Привет, любители хоккея! Лучший снайпер уфимцев. Он получает удовольствие от игры за салават, влюбил в себя местных болельщиков, а весной еще и подписал новое соглашение на 3 года. Отличное видение площадки, взаимодействие с партнерами на невероятном уровне, снайперский бросок с кистей с любых дистанций, умение выбирать позиции на пятаке и реализовывать даже полумоменты. Вспоминаем игру Хмелевского из прошлого сезона и ждем нового. Это скользкий лед на кинопоиске. Погнали! Александр Хмелевский родился в 99-м году в США, а конкретно в городке Хантинтон-Бич, что в штате Калифорния. Кстати, один из нескольких хоккеистов в его семье. Младшие братья тоже играют в хоккей, пускай и не так успешно. Для хоккеиста из США Саша Хмелевский выбрал не совсем привычный путь развития. Вместо того, чтобы сначала играть в американской молодежной лиге USHL, а затем совмещать учебу и хоккей в NCAA, он довольно рано уехал в Канаду. Конкретно канадскую часть своей карьеры Хмелевский начал в 2015 году в команде Лиги Онтарио Сарния-Стинг, той самой, где когда-то зажигал на Ильи Купов. И начал, кстати, очень неплохо. Забил уже в третьей игре, а в девятой оформил хитрик. Но все равно в Сарнии Саша не задержался. В январе его обменяли в Оттаву. И уже там, в составе 67-х, так называется команда, он стал по-настоящему заметным хоккеистом. В 2017-м, а конкретно в шестом раунде драфта, Сан-Хосе выбрал Сашу Хмелевского. И это весьма символично, учитывая, что Шаркс как раз базируется в Калифорнии, где и родился Саша. Кстати, помимо клубных достижений были и успехи в форме национальной сборной США. Хмелевский стабильно играл за юниорскую и молодежную команды этой страны, в том числе на крупных турнирах. Например, в августе 2016-го сборная США с Хмелевским в составе дошла до финала Мемориала Ивана Глинки, который теперь именуется Кубком Глинки-Грецки. Сам нападающий не только выиграл серебряную медаль со сборной своей страны, но и сыграл просто здорово. Стал лучшим снайпером и бомбардиром соревнований. Несколько лет спустя у Хмелевского был финал и молодежного чемпионата мира. И здесь история повторилась. Снова серебряные медали и снова Хмелевский в порядке. В составе своей команды он стал вторым бомбардиром. 7 матчей, 7 очков. Сложно поверить, но даже этот финал был не последним у Хмелевского на молодежном уровне. Весной того же года его оттава в Лиге Онтарио доехала до финала плей-офф и вновь уступила. Но Хмелевский, как нетрудно догадаться, снова в полнейшем порядке. Тогда он стал одним из лучших бомбардиров розыгрыша Кубка Робертсона. В профессиональных лигах Северной Америки Хмелевский провел три сезона. Все в системе Сен-Хосе, вплоть до 2022. Непосредственно в НХЛ нападающий провел 24 матча и набрал 10 баллов. Все за голевые передачи. Вроде бы немного, но, во-первых, нужно понимать, что Шарц именно тогда стали одними из аутсайдеров Лиги. Во-вторых, Хмелевский, что вполне ожидаемо, не имел какой-то заметной роли в главной команде. Как правило, он играл в четвертом звене, максимум в третьем, а иногда его игровое время даже не переваливало за отметку 10 минут. Но уже тогда было заметно, что подобная роль явно не для Хмелевского. Он выделялся на фоне своих партнеров по нижним звеньям. И было понятно, что этому парню необходимо куда больше доверия. Его он получил уже осенью в Салавате Юлайве. Вообще, это крайне редкая история, чтобы североамериканец приехал в КХЛ в возрасте 23 лет или младше. Для понимания картины, если не учитывать локаут, ковид и зарубежную команду КХЛ, то получается, что до Хмелевского в российских клубах КХЛ подобного статуса полевых игроков не было вообще. Но у Саши своя дорога, и ее вполне рационально можно объяснить. 23 года, пожалуй, самый расцвет спортсмена, в том числе в хоккее. Поэтому зачем сжигать лучшие годы своей карьеры в АХЛ, если можно играть в одном из топов КХЛ, бороться за престижный трофей и получать хорошие деньги. И, к счастью, союз Хмелевского и Салавата Юлаева получился максимально успешным. Уже в дебютном матче в зеленой форме Хмелевский забил ворота СКА, а за первые 4 матча того сезона на его счету было 4 гола. В итоге регулярку он завершил в статусе лучшего снайпера Салавата Юлаева. Плей-офф аналогичная история. В сумме 30 голов, 53 очка. Причем все это в привычном статусе центрального нападающего. И с точкой у него тоже все здорово. В первом же сезоне Хмелевский выиграл больше половины в бросовании и в регулярке, и в плей-офф. Впрочем, как известно, один классный чемпионат может выдать, ну, практически кто угодно. Настоящим показателем профессионализма является стабильность. Вот только Саша Хмелевский именно тот человек, которого с самых юных лет его карьеры выделяло не только мастерство, но и желание побеждать. Это игрок с характером, это человек, который всегда заряжен. Не только на голевые свершения, но и на банальную борьбу за шайбу. В его случае польза не ограничивается просто набранными очками. Так что и второй сезон в Уфе, как вы знаете, Хмелевский тоже провел великолепно. Уже в первом матче он забил Борису, а спустя несколько дней оформил хит-трик в матче против Лады. Кстати, не последний, поскольку в октябре того же года, 23-го, у него был хит-трик в поединке против Амура. И там, и там победные броски были именно на счету Хмелевского. Что уж говорить, 55-й номер Салавата Вилаева действительно очень хорош. Надо забить броском? Пожалуйста. Вылезти на пятак? Не проблема. Подставить? Тоже можно. Или гол партнером организовать? Обращайтесь. Словом, Александр это универсальный боец во всех смыслах этого слова. Такие игроки без преувеличения на вес золота. Конечно, у Хмелевского хватает матчей, в которых он не набрал ни одного очка. Но, поверьте, даже в этих случаях он принес очень много пользы, как с шайбой, так и без. Но, к счастью, все-таки чаще мы говорим именно о его атакующих свершениях. Благо, стабильно есть о чем сказать. Если вы думаете, что Саша забивает только, скажем, командам из нижней части таблицы, то здесь вы, конечно, сильно ошибаетесь. Для примера возьмем противостояние с Акбарсом в середине ноября. Игра в Казани, зеленое, дерби, нерв, сами понимаете. Принципиальная встреча абсолютно для каждого, кто хоть как-то к этому причастен. Да и игра-то получилась довольно тяжелой. До середины основного времени не было ни одной заброшенной шайбы. Но Хмелевский, не забивавший, кстати, до этого пять матчей подряд, вышел и зарешал. Уфимская команда получила большинство, а Саша блестяще сыграл под воротами. Аккуратненько вылез на нужную точку, где его вообще никто не держал, и затем подставил клюшку под мощнейший бросок Джошуа Лива. Итог 1-0 победа Салавата Юлаева. И как раз примерно с того момента Хмелевский начал набирать очки с какой-то завидной стабильностью. Уже в следующей игре, 21 ноября, его команда уступила в Нижнекамске 2-3, но сам нападающий оформил невероятной красоты гол. Вроде бы снова большинство, и снова Хмелевский на пятаке, но какой же контраст в сравнении с Шайвой в Казани? Тогда он просто подставил клюшку, а теперь успел принять Шайбу развернуться и направил ее прямо под перекладину. А начиная с 25 ноября, Хмелевский выдал целую серию невероятных матчей, в каждом из которых он набирал по 2 очка. Таких игр накопилось аж 4. Вот, скажем, очень тяжелая и драматичная игра против Спартака. Из абсолютно неочевидной ситуации Саша выжил максимум, вылез на чистый лед и забросил очень красивую Шайбу. На тот момент его команда уступала 0-1, по итогам основного было 2-2. И в серии послематчевых бросков одним из главных героев, конечно же, снова стал Александр Хмелевский. Он забил, и его команда победила 3-2. Повторять результативные серии довольно сложно, но Хмелевский не просто повторил, а еще и улучшил собственное достижение. В период с 19 декабря по 5 января он набирал очки в 7 играх подряд, забив на этом отрезке в Сириусе и Омске. Причем в игре против хоккейного клуба Сочи Салават испытал немало проблем, однако все же победил. Хмелевский набрал 2 очка, в том числе забросив привычную для себя Шайбу. Здорово вылез на пятак и оттуда поразил чужие ворота. Перейдем уже и к 2024 году. 3 января противостояние в Омске тоже крайне принципиальная игра, да и тем более в последний матч прошлого года Салават проиграл Акбарсу. Заряженность была соответствующей, и Хмелевский вновь стал автором победного гола. Яркий пример того, что и в атаках сходу Саша тоже максимально продуктивен. Хотя помимо действительно классных шайб, которые хочется постоянно пересматривать, бывали у Хмелевского и достаточно курьезные. Для этого переместимся в первый день февраля, тогда в Уфе Салават играл с Ладой. Конечно, уфимцы матч выиграли, 5-2, но конкретно нас интересует гол Хмелевского. Снова уфимская атака сходу, и снова автором точного броска становится 55-й номер, причем здесь он катит последним нападающим, пытается поддержать атаку, и совсем небольшого такого тоненького касания хватает, чтобы шайба заползла в ворота команды из Тольятти. Следующая игра у Салавата Юлаева была против СКА, такая тоже довольно запоминающаяся и драматичная. В ней Салават проиграл, но Хмелевский оформил голевую передачу. До конца регулярного чемпионата на его счету еще три набранных очка. Первое, 10-го числа, это матч против Акбарса, и Хмелевский снова помог своей команде победить. Та же самая история и 13-го февраля, это матч против Авангарда, вновь в Уфе. 7-2, крупная победа Салавата Юлаева, и Хмелевский автор гола. По-настоящему трудового, с пятачка, но к этому он уже привык. В конце регулярки была еще и передача в противостоянии с Северсталью, и Салават тогда тоже победил. А вот дальше серия плей-офф, серия против Трактора. Говорить о грустном для Уфы, учитывая, что Салават проиграл, мы не будем, зато о Хмелевском обязательно отдельно напомним. В шести матчах того противостояния нападающий набрал аж 7 очков, то есть это больше, чем было за шесть матчей серии с Адмиралом год назад. Да, увы, Салават слишком рано вновь завершил сезон, однако Хмелевский вновь был великолепен. В регулярке он стал лучшим снайпером и бомбардиром своей команды, 27 голов, 56 очков. А в плей-офф лучшим ассистентом и третьим бомбардиром, вслед за партнерами по звену, Джошуа Ливо и Иваном Дроздовым. Как известно, Дроздов уже перешел в ЦСКА. Было много слухов применительно к Мелевскому, возможно он уйдет в ЦСКА, возможно вернется в НХЛ. Но Салават смог его сохранить, причем не на короткий срок, а сразу на три сезона. Безусловно, даже долгосрочный контракт не гарантирует, что игрок все эти сезоны проведет в одном клубе. Однако это показатель того, что Хмелевскому очень комфортно в Уфе. Своё доверие он полностью оправдывает, и мы уверены, будет делать это и дальше. Вот такой он, Александр Хмелевский. Форварду 25 лет, и уфимский менеджмент сделал большое дело, договорившись со снайпером на трехлетний контракт, несмотря на интерес к нему со стороны клубов НХЛ и из Москвы. А все понимают уровень взаимоотношений между Салаватом Юлаевым и ЦСКА, когда уфимцам очень трудно ответить армейцам отказом. Прямо сейчас Саша имеет на руках все карты для того, чтобы стать главным игроком уфимцев на ближайшие сезоны. И вполне возможно, что уже через несколько лет лучшим легионером своей команды в КХЛ болельщики из Уфы будут называть не Уморка или Хартиканина, а именно Хмелевского. Сможет ли Александр стать таким лидером? Пишите в комментариях. А мы скоро вернемся с новыми выпусками. До встречи! Это Скользкий Лед на Кинопоиске.